Эр-Эф-ТОВ. Надеюсь, меня все слышат. Эр-Эф-ТОВ – это наше сегодняшнее приветствие. В прошлый раз мы начали с приветствия шалом ле-кулям. Мы учили слово кулям, сейчас слова повторим. Сегодня Эр-Эф-ТОВ. Эр-Эф-ТОВ – это добрый вечер. Тоже очень интересное приветствие, если в него начать задаваться и разбираться. Эр-Эф – это вечер. Эр-Эф-ТОВ – это вечер. Эр-Эф-ТОВ – добрый вечер. ТОВ – хороший. Хорошего вечера. Еще есть Йон-ТОВ – хорошего дня. Или хороший день. Бокер-ТОВ – доброе утро. И, конечно, скоро я вам желаю Лайла-ТОВ – спокойной ночи. Так что такое Эр-Эф? Эр-Эф. Те, кто знают на еврейском языке слово араб, могут догадаться. Араб на еврейском языке – это арави. Арави. Арави – это араб. То есть у человека есть разные национальные сады. Так араб – это арави. То есть так нам легко запомнить слово «вечер». Вечер похож на араба. Эр-Эф похож на арави. Вопрос, опять-таки, какая связь. Мы говорили правило, что когда у нас есть два похожих слова на еврейском, одинаковые буквы или даже две буквы из трех хренивых одинаковые, значит, какая-то связь. Какая связь между Эр-Эф и арави. Вечер и араб. Глагол, то есть корень Эр-Эф, он означает смесь. Смешивать. Такой глагол. Ля-Ар-Эф, ля-Ар-Бэф. Ля-Ар-Бэф – это прямо перемешивать. Ля-Ар-Бэф смешивать, перемешивать, ля-Ар-Бэф. Так вечер, он смешивает день и ночь. То есть, что такое вечер, когда вечер и день, заканчивается день, начинается ночь. Эр-Эф находится между днем и ночью. То есть, получается, как бы такая вот смесь дня и ночи – это Эр-Эф. Эр-Эф. Теперь Арави, араб – это тоже какая-то весь смесь, которая находится между чем-то и чем-то. Между теми и чем находятся арабы. Арабы находятся с точки зрения географической между севером и югом, с одной стороны. С другой стороны – между высоким западом, откуда пошел ислам и арабы, где они в основном обитают. Это называется Мизраха-Тихон. Как это по-русски? Мизраха-Тихон. Средний восток, как говорят. Средний восток. Как? Средний восток? Средний восток. Ближний. Да. Ближний восток. То есть, что-то находится тоже посередине. На юридике прямо так переводят, как будто это средний восток. И кроме того, можно рассказать, что вообще даже с точки зрения религии, ислама, куда относится большинство арабов, там тоже это вид такой смеси, которая, кстати, образовалась в средние века. Когда начался ислам, когда арабы вышли на мировую карту, в средние века. Почему не средние? Потому что мы живем в наше время, смотрим на все с нашей вышки. То, что было давно, это было давно. То, что было сейчас, это сейчас. А то, что было между давно и сейчас, это мы называем средние века. Когда был пик средних веков, тогда и зародился ислам у арабов. Это тоже может причина, почему он называется арабей. Есть еще слова, которые имеют этот корень. И везде есть смысл смеси. Везде есть смысл смеси. Например, есть такое понятие ируф. Есть разные виды ируфа. Те, кто соблюдают шабаты и ментубим, они знают, что когда ситуация, когда наступает йомтов, какой-то праздник, и сразу после этого шаббат. Такое может быть. Допустим, мы справляем первый день праздника Суккот, это йомтов. После этого сразу наступает шаббат. Тогда перед праздником йомтов делают ируфты пшилин. Ируфты пшилин, это приготовление, варка, еда. И мы смешиваем приготовленную еду. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы уже до йомтов, до праздника берем и начинаем готовить на праздник и тоже на шаббат. То есть мы смешиваем приготовление еды с буднего дня и на праздники на шаббат. Для чего? Для того, чтобы нам не пришлось сам праздник готовить на шаббат. Потому что в праздник можно готовить, дозволенным образом, соответственно, только на праздник. Мы не имеем права в праздник, в праздник, в шаббат. Мы не имеем права в праздник на будние дни, которые идут после этого праздника. И даже на шаббат нельзя готовить праздник. А если мы делаем ируфты пшилин, то тогда то, что мы готовим в праздник, считается, что мы продолжаем готовку еще с буднего дня. Поэтому таким образом можно готовить на шаббат. Есть также ируф тхумин, когда мы смешиваем наши территории. То есть у каждого есть какая-то своя территория, свой дом, свои огороды, свои дворы. И в шаббат мы знаем, что нельзя переносить вещи из одного владения в другое владение. Так перед шаббатом что можно сделать? Можно все обнести каким-то забором или даже какой-то ниткой, леской. И тем самым показать, что мы все находимся в одном владении, мы все смешаны, все общее. Это тоже называется ируф. И так далее. Здесь много-много примеров, где этот корень повторяется. Я здесь остановлюсь, чтобы далеко не уходить. Но в любом случае это слово ируф, это наше первое слово на сегодня. Слово ируф. Мы сказали ируф тхуф. А сегодня мы начинаем учить, как читать. Для многих это давняя мечта. Наконец она сбывается. Начинаем учиться. Но перед этим повторим то, что мы учили на прошлом уроке. Мы учили буквы, как выглядят и как звучат буквы. Надеюсь, что все, кто были на прошлом уроке, более-менее запомнили, как буквы выглядят и произносят, чтобы нам можно было читать. И так у нас были слова. Слова с прошлого урока. Давайте их повторим. Слова. Напомню, у нас было слово кулям. Кулям это слово все. Было слово клюм. Клюм это ничего, ничто. Видели слово байт. Слово байт. Это дом. И было слово элев. Элев это было тысяча. Также у нас был целый список слов на дом. Там мы видели слова такие, как Адам, человек. Адам это кровь. Адам человек. Адам без звука а, без буквы алиф это кровь. Адама это земля. Там в конце было слово Тамар. Если бы запомнить, потому что есть такое имя Тамара. А Тамар это феник. Были слова мазаль, которое состоит из трех слов. Мы говорили маком. Место. Зман. Там это время. И лошон. Лошон это язык. Теперь я хочу уже сейчас попробовать немножко интегрировать с нашими учениками. В этом смысл нашего вебинара, учеба, чтобы тоже ученики участвовали. Я попробую спросить вас слова, которые мы учили на прошлом уроке. Я просьба опять-таки не стесняться, потому что мы говорим, кто-то стесняется, не может учиться. Так написано сперки, а вот, страдать, а вот. Надо стесняться, нужно вместе участвовать. Когда вместе участвуют, тогда учеба будет намного лучше. Вместе есть больше силы. Давайте вдумаемся, почему, когда в синагоге происходит молитва у евреев, то сначала все молятся по одному, все стоят, молятся по одному, а потом все вместе, по главе с Хазаном, молятся то же самое. То есть сначала все молятся по какую-то молитву, потом Хазан, который молится вслух, он молится то же самое. То же самое как бы ирисияет для всех. Зачем? Либо можно сделать, что кто-то один молит, то есть каждый молит за себя. Либо сразу все молятся вместе. Зачем это тут разделение сначала по одному, потом все вместе? Дело в том, что если человек не будет молиться сам, именно сам по себе, сам за себя, то нет речи в никаком продвижении. Человек должен думать о себе и продвигаться. Но этого недостаточно. Для этого нужно еще меня, то есть как минимум 10 евреев, вместе, сплоченные, которые молятся вместе, тогда молиться намного сильнее. То же самое в учебе. То же самое в учебе, абсолютно то же самое. Когда учимся вместе, намного и веселее, и практичнее. Поэтому, пожалуйста, давайте начнем со слов. Только еще хочу сказать одну вещь. Пока мы не все умеем читать, нам будет трудно выполнять какие-то задания. Что-то написать, что-то почитать будет трудно. То, что нам остается, это учить слова просто на слух. Даже если мы не знаем, как они пишутся, мы можем их на слух запоминать и говорить. Я вижу, например, у нас есть ученик Григорий Великин. Григорий, если вы нас слышите. Григорий, вы нас слышите? Что-то еще нужно микрофон включить. Натан, как включается микрофон у Григория Великина? Натан? Так, попробуем ее так. Да, кто-то вот ответил, только не знаю, кто это. Да, кто у нас, кто на связи? Натан, на чувство нужна твоя помощь. Давайте сделаем такую штуку. Во-первых, вот есть поднятая рука Ашер Шимха. Во-первых, все, у кого есть микрофоны, нажмите на значок руки. Тогда мы как бы поймем, кто может вживую общаться. Вот. Вот, пожалуйста, есть... О, лес рук! Господа, так о чем же вы молчите? У вас у всех есть микрофоны. Пожалуйста. Теперь идея такая. Был задан вопрос, правильно? А те, которые не хотят ответить, нажмите еще раз на значок руки, чтобы он убрался. Осталось только те, которые хотят отвечать. И давайте, товарищи, отсидевнее. Так, вот, пожалуйста, все поднятые руки. Смотри, ты можешь, если нажимаешь напротив руки, на красный значок, ты открываешь этот микрофон. Делай это. Ты можешь, у тебя есть как Барша, ты можешь это делать? Я нажимаю, но красный крестик остается. А, ну хорошо, окей. Пожалуйста, вот Григорий, я вам включил микрофон. Вы можете ответить. Пожалуйста, мы вас слушаем. Григорий Великин. Григорий. Так, ничего не слышу. Попробуем другое. Марина. Да? Да. Да, пожалуйста. Да. У вас есть ответ на вопрос? Я не поняла, какой вопрос. Пока мы разбираемся с микрофоном, я просто... А чего же вы не спрашиваете? Ну хорошо. Марина. Есть, пожалуйста. Можешь отлучить вопрос? Да, я говорю слова на еврейце, Марина, вы говорите перевод, хорошо? А, давайте попробуем. Маком. Место. Клюм. А, нет, чего? Клюм. Ну, чего? Ну... Да. Дальше. Байт. Дом. Адам. Человек. Эльф. А, эльф, эльф. Тысячи? Да. Шутер. Очень хорошо. А что такое Адама? Земля... Нет, кровь, кровь. Нет, сейчас я запутал. Так, что-то из них кровь, что-то земля. Адама. Адама это кровь. Кровь. А, дома кровь, а Адама земля, да? Дам кровь, дам. А, дам кровь. А, земля. Дам. Хорошо. Спасибо. Спасибо. А, может, вы узнаете такое, эрф? Эрф. Мариана. Да, я говорю, вечер. Вечер. Да. Мариана, супер. Спасибо. Спасибо, спасибо, Мариана. Вы говорили, есть Ашер и Симха, да? Да, я говорил, есть Ашер и Симха, сейчас не ахат. Это мои самые... У кого есть камеры, включите камеры, будьте все веселее. Вот, Ашер и Симха. Да, да, пожалуйста, хотите поучаствовать? Хотите поучаствовать? Да, хотим, да. Ну, вот, супер, все. Наконец-то я вас, так сказать, слышу вживую. Пока что много переписывались. Да, мадам, мне ваши уже ученики. О, я даже вас вижу, большая честь. Скажите, выучу с прошлого урока. А, мне только не подглядывай, да? Да, мы не подглядываем, да. Какие слова есть? Спрашивайте. Вы говорите, вы сразу не верите, то, что вы знаете. Да. У меня нет списка с всех перед собой. Я вас прошу. Прошу? Я вас прошу, да? Да. Прошу. Еще раз. Знан. Время. Да, знан это время. Лошон. Язык. Кэнь. А что такое Тамар? Финник. Так? Финниковая пальма. Окей. А дома? А, дома, земля. Дома и земля. Да. Окей. Может, вы знаете, случайно, что означает слово Таль? Раса. О, это мы даже не учили. Да. Мы читаем каждое утро. Когда можно было читать, мы читали. А сейчас уже только вешаем. Да. А еще есть слово Талит. Талит. Талит это Талит, да? Так вот видите, Талит похоже на слово Таль. Как вы думаете, почему Талит похоже на слово Таль? Я знаю. Интересно, почему? Я думаю, что Талит, в принципе, это вид одежды, то есть он защищает от росы. То есть это может быть одно из объяснений. Талит одевается, чтобы защитить нас от росы. Когда одеваешься, когда в огну. То есть в нем как бы не мокнешь. Я думаю, из-за этого. Одно из объяснений. Интересно. Да. Можно вопрос? Да, конечно. Да, слушаю. Когда я надеваю тфилин, мы говорим слово эростих. Что это значит? Да. Это союз. Это союз. То же самое, что когда жених берет себе жену-невесту. Так. Он не одевает на палец кольцо. Правильно? Этот акт, это и есть, называется ирусин. То есть это вид такого союза. И то же самое, когда мы одеваем на кисть. Когда на кисти мы, на палец, который, как он называется, средний палец, да? Когда мы надеваем тфилин, мы повторяем его им вырастих. Правильно? Да. Это подобие кольца, которое наш джип одевает невесте. Также мы говорим, что вот мы сейчас вступаем в союз со Союзшним. Такое объяснение. Спасибо. А что такое эц? Эц? Страна. Так? Страна. Эц, эц, эц. Это дерево. Айн. Айн, это глаз. Делец. Дверь. Шемиш. Солнце. Я понял, что вы продвинутые. Вам нужно уже Урпан-Бет скоро будет идти. Ну, это хорошо. Кем, кем. Спасибо большое. Жаль, поздравить, я перейду к другим слушателям, да? Спасибо вам. Смехов. Господа, давайте будем продвигать дальше по материалу. Просто я не могу всех спрашивать. Потом еще раз вернемся к этой теме, к вопросам слов. Я только дальше продолжу наш урок. Мы сказали, что есть слово ТАЛЬ. Есть слово ТАЛЬ. И как оно пишется? Оно пишется ТЭТ и ЛАМЕТ. ТАЛЬ. Но можно без заголосовок ошибиться и прочитать его по-другому. Как ТЭЛЬ, например. ТЭЛЬ. А ТЭЛЬ это сокращенно телефон. То есть есть много примеров таких, когда слово, когда пишется без заголосовок, можно неправильно прочитать. Вот пример этому. Видите, у себя на экранах. ДАЛЬ. 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 Теперь, как это читается? Ясно, что Д читается. ДАЛЬ, как Д читается. Но ВАВ, это может быть оголосовкой. Это может быть оголосовкой. Я вам покажу оголосовки, да? Вкратце так. Звук А. Как он передается? Он передается, внизу ставятся такие значки. И тогда мы читаем сначала букву, а потом мы читаем этот гласный звук. То есть если буква Д, то будет у нас ДА. Теперь звук Э передается две точки или три этого точки. И сейчас звук Д. Мы говорим Д, и дальше продолжаем гласный. И будет Д. А еще есть звук О гласный. Звук О. Он так передается. Или буква ВАВ с точкой наверху, или просто точкой наверху. Так мы видим, что ВАВ с точкой наверху передает звук О. Вот, кстати, забежим еще немножко дальше. Последняя гласовка У. Тоже буква ВАВ, но точка уже сбоку. Так вот, вернемся к слову. Это вот ДАЛЬТ, ВАВ ДАЛЬТ. Теперь нет точек. Нету точек. Сейчас я пишу без точек. Можно его по-разному прочитать. Можно сказать ДОТ. Вот эта точка наверху, там будет ДОТ. Вот видите, здесь на ДОТ. А можно точку сбоку. Тогда будет вместо О будет У. Будет ДУТ. То есть такое слово. Можно вообще это читать не как огласовку, а как буква ВАВ. Тогда это будет звук В. Тогда будет имя. Давид. Давид. Я вам хотел показать, что огласовки могут изменить и прочтение слова, и смысл слова. Теперь мы вернемся к изучению. Шелико, 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 шелико. Шелико, 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 обрати внимание, вот этот документ, Лессон 2, если на него кликнешь. Это то, что меня просил с огласовками. Кликни на него на Лессон 2. Я понял. О, мягкий. Отлично. Ты можешь его использовать, как захочешь. Спасибо. Вот эти огласовки. Еще раз повторю огласовки. Звук А. Есть два вида звука А. Длинный и короткий. Опять же я сказал, что в наше время почти не чувствуется разница, поэтому мы не будем углубляться в разницу между двумя этими звуками. Это уже уровень более высокий. По каждой стадии просто помним, что два звука для А. Два звука для Э или Е. Так что это средний между Э и Е. Есть звук О. Точка наверху или ВАП с точкой. Звук И. Это одна точка снизу. И Ют сбоку или без Ют. И звук У. Это ВАП с точкой сбоку или три точки. Так и наискосок по горизонтали снизу. И теперь начнем потихоньку продвигаться дальше. Начинаем читать. Как мы читаем? Объясняю еще раз. Вся речь состоит из согласных и гласных. Буквы на еврейте обычно передают согласный звук. Гласные звуки передаются с помощью огласовок, которые или пишутся, или не пишутся. Мы знаем, что в Торе написано без огласовок, потому что люди знали по традиции, передавалось, как слова произносятся. Поэтому не было необходимости в огласовках. Люди просто знали, какой звук, какая гласная идет после какой согласной. Вообще эти значки, что мы сейчас видели, это значки условные. Буквы. У них есть глубокий смысл. Мы это говорили на прошлом уроке. Каждая буква на еврейте отражает целые миры. И не случайно на всех языках есть слово араб. По-русски араб, по-английски араб и так далее. И все это перешло из еврейского араби. Что на араби мы уже объяснили. Видите, что у каждого слова, у каждой буквы есть глубокие-глубокие смыслы. Огласовки это не так. Огласовки это знаки условные. И в былые времена, раньше были другие значки для огласовок. Но перед тем, что мы можем найти разные письменности, древние, где стоят огласовки, но они выглядят по-другому. То, что мы сейчас используем, эти огласовки, это было введено примерно в 8 веке в Израиле, в Твери. В Твери считается один из святых городов. Есть Иосалим, есть Иосифат, Твери, Хеврон. В Твери это один из святых городов. Там жили большие мудрецы, знатоки, Торы и ЗК. Они ввели эти огласовки, до сих пор мы ими пользуемся. Еще раз скажу, но вещь интересная, что мудрецы объясняют, что буквы, они напоминают нам, как буквы, наподобие тела. Буквы это как тело. А звуки это как душа. То есть мы когда говорим, мы звуками, классными, передаем жизнь буквам, которые просто как тело. То есть без звуков, без классных, из них не может существовать. То есть буквы, но они как мертвое тело, их нужно озвучить. То самое, что у человека есть душа. Эта душа, она вводит в действие тела. То есть почему тело двигается, что делает, а вот почему говорим. Эта душа, которая находится в нас, она в принципе командует телом. Также говорят, что и классные, они вводят в жизнь буквы. Так это объясняется. Окей, теперь, Ферос, как мы читаем? Я начинаю. Я хочу, чтобы все видели мой курсор. Я знаю, что на прошлой уроке курсора не было видно. Я пытаюсь поставить курсор. Нет, не видно. Да, не видно. Я думаю, как бы лучше сделать, чтобы был виден мой курсор. Сейчас видно? Видно мой курсор? Я понимаю, что нет, да? Кликай на белом поле. Не на сером, если ты серый на сером, то не будет видно. На белом. Ты выбрал курсор? Да, но не видно, правильно? Окей. Видно, что это стало. Окей. Сейчас, пол. Сейчас видно, да? Ты сейчас не сможешь показывать, сейчас. Ну вот, курсор, ты видишь? Да, да, я хочу другой просто. Хочу... Здесь такой карандашик. Видны карандаши, мы бегаем на экран, не видно, да? Да, видно. Карандаш видно. Видно? Да, сейчас видно. О, давайте я этим буду пока пользоваться. Сейчас, секунду, дайте переброшу эту штуку. Секунду. Подожди, секунду одну. Да, окей, все, это у тебя. Окей. Буква Б, и дальше есть голосовка О. Точка наверху, это О. Читается как БО. БО. Иду дальше. Гимель. Г, внизу голосовка А, получается ГА. БО, ГА. Теперь, две буквы ГВ, голосовка А внизу я читаю как ГАВ. ГАВ, это спина. ГАВ. Иду дальше. ГА, БО. ГА, БО. Вот такая техника чтения. ГА, БО. Вторая строчка. Читается как ДО. ДО. Дальше РА. Теперь три буквы. Точка наверху, значит, голосовка О. Дальше, сначала режешь в конце, получается ДОР. ДОР. ДОР, это поколение. ДОР. Третья строчка. Буква ХЭТ считается как ХЭ. Опять-таки, наше О. ХО. ХО. Дальше, буква МЭМ с согласовкой А. МА. Если бы было написано в мете, то было бы ХОМА. И в конце написано слово ХОМ. Видите, ХОМ, это буква в конце, это тоже МЭМ, но на МЭМ последнее. Помните, мы учились пять букв, которые имеют стопую форму, как пишут в конце слова. Это МЭМ, СОФИТ, СОФ, это конец, тоже мы говорили на прошлом уроке. СОФ, конец, МЭМ, СОФИТ, конечное МЭМ, заканчивающее МЭМ. Она пишется вот так вот. И после нет звука. То есть ХОМ, все, дальше звук нет. Это ХОМ. ХОМ, это слово ХАМ, это тепло, или жара. ХОМ. Внизу написано ДАЛЕТ ВЭТ, и точка наверху, только одна точка, это ДОВ. Это ДОВ. Это ДОВ. ДОВ. Хорошо. Здесь все голосовки А. Нам это будет уже легче читать. Я читаю быстро уже. ГАР. Теперь тут, видите, тут на самом деле можно ошибиться. Просто непонятно, что написано. Это может быть или ШАР, или САР. Почему? Потому что вот эта буква зависит, где стоит точка. То есть точка стоит справа, вот здесь. Видно мой курсор? Нет. Нет курсора? Да, я не понимаю, почему не видно. Окей, я сейчас это сделаю. Подожди-ка, почему-то странным образом он у меня остался. Я не понимаю, каким образом. Я не понимаю, почему он у меня остался. А у тебя его нету? У меня есть. Кирилл слева у тебя есть вообще? Да, да, да. А, странно, но у меня тоже есть. А, вот Сукерман появился, пожалуйста. Да. Ну все, значит нормально. Видно. Так вот, если точка стоит вот тут вот справа, тогда будет буква Ш, ШАР. А если она стоит слева, над буквой ШИ, тогда будет САР. В данном случае непонятно, что написано. И слово ШАР, и САР. Дальше. Читаю дальше. КАМ и ЛАН. Эта палочка выходит вниз, это НУНСУФИТ. Буква НЕ, НУНСУФИТ, в конце пишут так вот, ЛАН. ЛАН. Вторая строчка. ЛАН. РАМ. РЭШ. МЭМ. РЭМЭ. РАМ. Дальше. Видите, тут уже есть точка. То есть мы безошибочно знаем, что это ШАМ. Не САМ. Хотя такое слово тоже есть, а именно ШАМ. Точка справа это ШЕ. ШАМ. Дальше. Значит, ЗАР. ЗАР и МАН. МАН. Как МАНа. МАНа небесная, это МАН. Теперь. Тоже по две буквы. Но уже голосовка не А, а голосовка Э. Внизу. Я читаю. БЭН. СН- это СЫН. КЭН. Точка внутри КАФ, это значит, это буква КЭ. Без точки было бы ХЭ. ХАФ. Точка это КАФ. Поэтому это КЭН, а не ХЭН. Мы говорим, что обычно в начале слова, в начале слова, эта буква наста будет идти с точкой. Даже если она не пишется, то вы знаете, что будет как КЭ произносится. КЭН. ГЕР. ЛЕВ. ЛЕВ. ЛЕВ это сердце. ЛЕВ. Я когда помню, только приехал еще в Израиль, я говорил, что меня зовут Лев. Знаете, Ария Лев, это одно и то же, Ария Лев, 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 Лев. Как я помню, пришел, это была, кажется, КУПАТСКУЛЮ, какая-то поликлиника, он пошел, как меня зовут. Я вот помню, меня зовут Лев, как он стал на сердце показывать, да, ГОТЯ зовут, ну, для него Лев это сердце, я не понял, что это Лев это ЛЕЙ. Лев, Лев это сердце, НЕС, НЕС, слово ЧУДО, дальше снова, да, или ШИЛЬ, или ЭЛИСЕЯ, ШЕМ, или СЕМ, ШЕМ. ЖЕР, и слово ШЕЛЬ. Тут уже три точки внизу, но тут звук остается Э, ШЕЛЬ. Так, теперь это уже нам знакомо, да, нам это знакомо, это, значит, две согласные по бокам, и посередине был звук О, звук О. Как все это читается, читаю быстро, БОР, ГОВ, ДОР, МОР, СОД, ШОР. Я знаю, что здесь есть слово ШОР, это БЫК, значит, ШОР, АНЕ СОР, ШОР. Дальше. ДОТ, видите, точка, значит, не было бы точки на веку, мы бы могли ошибиться, или ДУТ, или ДАВИД, и точка, значит, ДОТ. МОТ, ШОТ, ХОР, КОР, 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 КОР это ХОЛОД, ХОМ, где-то была жара, КОР это ХОЛОД. Снова ШОР, ТОР, ДОМ, ХОМ. Теперь ВЫ, АХШАВ АТЭМ, АХШАВ АТЭМ, значит, ТЕПЕРЬ ВЫ, АХШАВ это СЕЙЧАС, АХШАВ, АХШАВ АТЭМ, АТЭМ это ВЫ. Так, значит, снова нужна помощь, чтобы увидеть, кто голосует, кто хочет говорить. Поднятые руки означают готовность к ответу, мы включаем микрофон. Так, еще раз пробуем Григорий, Григорий Велкин, АХОТИТЕЛИ ВЫ, АХОТИТЕЛИ ВЫ ОТВЕДИТЬ, МОЛЧАНИЕ, ПРОПУСКАЕВ. ИНОСТИМАКСИРМОВА, АХОТИТЕЛИ ВЫ ОТВЕДИТЬ? Да, хочу, только я не знаю. Вот, замечательно, пожалуйста, Ариэль. А что вы не знаете? Меня слышно, да? Да, отлично, да. Значит, я читаю. БО, БО, ДО, МО, СОТ, ШОТ. ДО, МОТ, ШОТ, 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 ШОТ. ШОТ, ШОТ, ШОТ. ШОТ, ШОТ, ШОТ. ШОТ, ШОТ. Прекрасно, спасибо. Следующий, следующий. Что, Юлия, Юлия, я вижу, что много есть. Валентин, Комин. БО, БО, ГОВ, ДОР, МОР, СОД, ШОР, ДОД, МОТ, ШОТ, ХОР, КОР, ШОР, ТОР, ДОМ, ХОМ. ТУТ, ДА, ДАЛЬШЕ. ТОВ, СОМ, ДОВ, ЗОЛ, ЗОЛ, КОЛЬ, РОН, НОФ, ТОХ, РОК, БОН, ТОВ. А здесь? Опять я? Да, да. ГАГА, ГАВ, ГАЗ, БАД, ГАЛЬ, ДАЛЬ, ДАГА, ГАМ, ХАД, КАР, КАД, САМ, МАР, РАВ. МИЦУЯН. МИЦУЯН, ЗА НАСЬ ПРЕКРАСТВА, ПРЕВОСХОТНО. МИЦУЯН. МИЦУЯН. Окей, еще одного товарища можно, правильно? Дорогой Сергей Ошанкин, а не хочешь ли попробовать себя? Да, окей. Давай. ГАГ, ГАВ, ГАЗ, БАД, ДАЛЬ, 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 ДАГ, ГАМ, ХАД, КАР, КАД, САМ, МАР, РАВ, ШИН, СИН. Окей, теперь я хочу, чтобы был тот другой, тоже попробовал, тот другой. Что еще может? Сейчас, подожди, пока что отлично к виду. Да, пока что был очень бодренький, надо кого-то, кто... Господа, только, господа и дамы, пожалуйста, убирайте руки, чтобы они все время не вещели. Поднимайте руки те, у которых, а, хотят отвечать, это практически все, и, б, это те, которые и хотят отвечать, у которых есть микрофон. Поэтому, просто так, те, которые сейчас не хотят отвечать, либо нет микрофона, снимите руки, потому что они путают. Дорогой товарищ Дениэль Гурин, вы хотите ответить? Да, давайте. Замечательно. Так. Бэн Кэн Гэр Лэф Нэс Шэм Жэр Шэль. Гэн? Гэн? Давайте еще. Бор, golf, richtер, мор, схожь. Гэн, хорошо. Я так понимаю, что пока что мы усвоили материал. Хорошо, спасибо. Теперь я иду дальше. Иду дальше. Теперь мы сказали, что есть буквы согласные, а гласные идут как значки под буквами. Но добавлю еще, что есть четыре буквы, которые могут являться как гласными, так и согласными. Эти буквы ЮД, ГЕЙ, ВАВ, АЛЕФ, сокращенные ИГУ. Еще раз, буквы ЮД, ГЕЙ, ВАВ и АЛЕФ, они как бы согласны могут быть. Это твердое И, это буква Г, может быть твердый, буква В, ВАВ и буква АЛЕФ тоже могут быть как согласные, но также они могут быть как гласные. ЮД это звук ИИ, ГЕЙ это пишется в конце слова обычно без звука, буква ВАВ это звук О мы знаем или У, и АЛЕФ это А. Буква Г, она очень интересная, она произносится, она как на украинском ГЕЙ, как ГОМЕЛ, город ГОМЕЛ, такой магазин или магазин, магазин, магазин. Такая, не ГЕЙ как по-русски, а на украинском ГЕЙ, это ГЕЙ когда она согласная, когда она гласная, она обычно пишется в конце слова, и не произносится. Это по поводу букв. Теперь, мы говорили, что звуки идут после гласных и после согласных. Но ведь бывает, что идут две согласные подряд. Такое очень может быть. Сейчас посмотрим этому примеру. Вот слово конструктор по-русски. Конструктор. Тут не, с, т, р. Видите, все согласные без каких-то звуков. Конструктора нет гласных между согласными. Вопрос, как мы это обозначим на письме? То есть, либо вообще не ставить никакие голосовки, но так не пойдет, тогда будет непонятно. Либо есть голосовка, которая обозначает отсутствие звука. Ответ таков, что да. Есть ли голосовка, которая обозначает отсутствие звука? Тут плохо видно. Эта голосовка называется шва. Шва обозначается как две точки под буквы. Две точки одна под другую. Вот я поставил значок, видите? Буква мем, а под ней две точки. Это значит, что мем не читается. То есть, извиняюсь, мем читается, но без звука. Просто ме. Собственно, это слово медабер. Говорит медабер. Да, медабер под ме нет звука. Спросите меня, как же нет звука? Ведь мы говорим медабер, а без звука э. Правильно. Эта э есть, но она очень короткая. Эта голосовка шва делится на два вида. Зазывается шва на, когда есть до какого-то движения, и шва нах. Нах как бы отдыхает. Когда вообще нет звука. Как слове конструктор. Конструктор вообще никакого звука. Конструктор после нет звука. А здесь под медабер есть звук, но очень короткий. Обычно, даже не обычно, а всегда, в начале слова, то есть такая голосовка, она должна немножко произноситься. Например, все говорят, если знают, что она говорит шма-исрея. Да, я поняла, шма-исрея. Так вот, шма-исрея. Там первая буква ше. А потом где-то такая голосовка под шин. Шма. То есть, по идее, там это шма надо немножко протянуть. То есть, не просто шма, а шма. То есть, есть короткий-короткий звук. Это шва-шва-на. Последнее слово это будет шва-нах, который мне вообще не слышно. Слово, что это, мидбар, да, мидбар. Пустыня. Извиняюсь за плохое качество слайда. Это мидбар. После д вообще нет звука. Мид, сразу б. Мидбар. Мидбар. То есть, повторяю, отсутствие звука обозначается двумя точками. Одна под другой. Созывается шва. И также иногда, может быть, такие значки под буквами. Пусть вас это не пугает. Это как будто две голосовки вместе идут. Не пугайтесь. Это означает, что это звук А. Это тоже звук А. Это звук Э, как обычно. Просто они укороченные. Опять-таки, это, может быть, мы не слышим на слух, но назад они укорочены. Поэтому есть тут такое... Ставятся еще две точки с буквами, как бы напоминание нам о шва, отсутствие звука. Эти две точки, они укорачивают этот звук. Ну, в принципе, остается А, А и Э. Это тема шва. Окей. Теперь мы переходим к более сложным словам. Есть такие буквы, допустим, по-русски буква Ю. Это полностью гласное, но у нас состоит из двух звуков. И, У. И, У вместе получается буква Ю. Если по-русски есть значок для буквы Ю, это Ю означает одним значком сразу две гласные. Или буква Я. Я. Я это, если мы разберемся, это И, А. И, А сливает, получается Я. Выберите, такого нету. Нет такого, выберите. Выберите, каждый значок означает один звук. Классно. Нет такого, что звуки сливаются. Если не сливаются, то надо поставить две буквы. Вот тут примеры, как пишется, например, звук Ё. Есть такой звук Ё на еврейском, но он пишется двумя значками. Вот пример. Пишутся буквы Ю и значок О. Получается ИО. Читается как Ём. Ём. В чем это день? Ём то. Ём. Тоже в конце слово то же самое. Д. Видите, под Д стоит этот шва. Нет звука. А потом после Д сразу идет звук Ё. Получается ДИЁ. Здесь остановочка. Не ДЁ. ДЁ. А ДЁ. 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 Такое слово тоже ДЁ. Это чернила. ДЁ. Теперь, тут уже звук Я. Тут, да, есть буква ЮД. Это сложная буква ЮД, которая иногда согласна, иногда согласна. И под ней есть огласовка. Получается, что мы выигрываем два звука. ЮД передает гласный звук И, а значок под ней передает гласный звук А. Получается Я, ЯД. Яд это рука. По-русски ЮД это гласная. Но видите, это Муробис сказал согласная. Точка внутри ЮД, которой здесь нет, то есть точка будет согласная. Получается ИД как бы твердый, так и согласна. Ну, неважно, будем путаться. Считается просто ЯД. 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 И четвертый пример. Можете сами уже догадаться. Звук И. Под ним звук Е. Что получается? Получается Е. И в конце Ш. Читается как ЕШ. ЕШ это есть. ЕШ. ЕШ. Вот такие слова. ЕШ. Еще раз повторю. Четыре слова. Йом. Йо. Яд. И слово ЕШ. Это пропускаю, потому что плохо видно. Окей. С этим мы повременим. Теперь я ставлю вот такие слова. Видите, они уже более, они уже длинные. Но их легко прочитать. Почему? Потому что эти слова все обозначают имена. Шемот. Шемот это имена. Теперь просто можете догадаться с легкостью, где какое имя. Да, догадаться и даже длинное слово быстро прочитать. Я хочу попросить ответить тех, кому трудно читать. Некому легко. А кому трудно, кто затрудняется. Да. Пожалуйста, попытайтесь. Мы поможем. Да. Так, это сытный ганец. Сомневается, может или не может. Григорий Великин нам не отвечает, правильно? А, отвечает, но мы его не слышим. Проблемы с микрофоном бывают. АВИГАЛЬ, АВИГАЛЬ БАРОВСКИМОЕТ ОТВЕТИТЬ? Прочитать, Надя? Да. Вы слышите? РАХЕЛЬ, ЙОХЕВЕВЕР, ШУЛАМИТ, ДАМ, НАФТАЛИ, МИХАЛЬ, РАХЕЛЬ. Не МИХАЛЬ, а МИХАЭЛЬ, ДА? А, МИХАЭЛЬ, НАФТАЛИ. МИХАЭЛЬ, ЖЕНЬСКИЕ ИМЯ, МИХАЭЛЬ, ЭТО МУЖСКОЕ ИМЯ. АВИГАЛЬ, СЕРБЩЕ ИМЯ. АВИГАЛЬ, СЕРБЩЕ ВИГАЛЬ, СЕРБЩЕ ВИГАЛЬ. АВИГАЛЬ, СЕРБЩЕ ВИГАЛЬ. ИНИЗУ ЭТО МОЖСКИ ИМИНА. Спасибо, спасибо. Спасибо. А кому потряснее почитать? МИНАХЕМ! Я вижу. О, МИНАХЕМ! Попробовать? МИНАХЕМ! Да, готов! Давайте почитаем. Рахель, Ехевет, Шаламид, Дан, Нафтали, Михаэль, Рафаэль. Сахон. Хорошо. Очень хорошо. Минахен, вы видите, что написано на экране? Да. Говорить не буду, но вижу. Минахен. Минахен. Хорошо. А дальше дальше? А сейчас кто написал? Опять Минахен? Нет, ниже. Коричневым. Там написано Минахен. Я что написал? Зелёными Минахен и коричневыми Минахен. Они ничем не отличаются. А. Без огласовки затрудняются. Ари, Е. Значит, сначала буква Али стоит, да? Угу. Сергей сказал Ари, я обращаю внимание. Да. Мы сейчас с Минаховым. Ну да. Да, понятно. Ари, Е. Ну да, Сергей, наверное, виднее. Ари, Е. А почему Ари, Е? Когда там огласовка А. Это по ошибке. Вы правы, это по ошибке. А, ну вот видите. Если А, то будет Ария, правильно? Ария. Ария, да. Да, да. Хорошо. Так, я ещё напишу слово. Так, секундочку. Секундочку. Вот как Вам это, как Вы это прочитали? Так, у меня пока ещё не отображается, но подожди. Похоже, что есть некоторая задержка. Я опять тоже после Арии ничего не вижу. Угу. Это, что-то есть, ничего нового нет. Это длинное слово. Это длинное слово. Ээээ, что-то мы же не видим ничего. не видно дальше пойдем дальше я возвращаюсь вот появилась появилась длинное слово на попробовать это легко нет ничего не идет на ум я помогу начинается перри я понял а перестройка ну вы издеваетесь это перестройка ну подождите мы все таки стараемся мозги наши исключены на еврейские корни но здорово я возвращаюсь значит наши слова окей значит слова слова то что мы видели сегодня слова выборочно из них то что мы читали слова они были все со смыслом почти все были со смыслом я выборочно поставил слова которые наиболее используемые лев это сердце лев это сердце иначе мы так хорошо участвовали давайте мы с вами уже продолжим попробуем задать читать слова новые нас чудо чем имя кир стена шир песня дор поколения коль голос сон секрет золь дешевый с с с с с с раз над вот такие слова просьба их попробовать запомнить еще хорошие такое задание очень 留 shape какое то одно слово которое он знаетary了е или wanna оно ему кажется важным, поделитесь с ним, поделитесь им с нами. То есть каждый на следующий урок даст нам слово, которое ему кажется, все должны знать. Не нужно много мудрствовать, потому что любое простое слово, майем, вода, лаван, белый, любое такое слово простое, которое вы знаете, и хотите им поделиться с другим, чтобы все вы запомнили. Слова можете послать на форум или просто на документы этого урока и принести их на следующий урок в Йом Хамиши. Йом Хамиши это как четверг, да, сейчас у нас Йом Хамиши. В каждой неделе мы занимаемся по четвергам, Йом Хамиши, перед шаббатом. А теперь желаю всем шаббат шалом, и если есть какие-то вопросы, можно ответить на вопросы.